Девушки приходят сюда с заточенной талией, парни за рельефными мышцами. Любители активного образа жизни и те, кто пытается приблизиться к совершенному телу, проводят здесь по несколько часов на дню. Фитнес-клубы ежегодно собирают тысячи посетителей, а абонементы разлетаются за считанные дни. Но в гонке за стройным телом важно знать юридические тонкости, чтобы не попадаться на маркетинговые ловушки и знать, как защитить себя в непредвиденной ситуации. В сегодняшнем выпуске программы «Право каждого» вы узнаете. На что следует обратить внимание при выборе и посещении фитнес-клуба? Кому обратиться, если оказалось, что ваши вещи из раздевалки пропали? Что делать в случае пропуска занятий? Неожиданное повышение стоимости абонемента? Как поступить? Можно ли расторгнуть договор с фитнес-клубом преждевременно без потери денег? В эфире программа «Право каждого». Мы начинаем. Мария всю жизнь стремилась к занятиям спортом. И вот наступил день Икс. Недалеко от ее дома открылся фитнес-клуб. Девушка сразу собрала необходимые вещи и отправилась за долгожданным абонементом. Однако возник очень важный вопрос. На что необходимо обратить внимание при обретении абонемента? И как удостовериться, что выбранный фитнес-клуб предлагает качественные услуги? В этом вопросе мы разобрались со специалистом. Я бы рекомендовала обратить внимание на несколько факторов при выборе фитнес-центра, которые вы хотите посещать. Во-первых, нужно узнать цену. Цена должна быть обязательно фиксированной. Ну и, соответственно, вы должны выбрать по своему бюджету сами этот клуб. Во-вторых, нужно внимание обратить на квалификацию тренеров и инструкторов. То есть, возможно, проверить сертификаты, запросить какая-то специализация инструкторов и тренеров. Ну и безопасность. Соответственно, узнать, есть ли система видеонаблюдения, какие заключаются договора, посмотреть их образцы и вот на основании этих всех факторов определяться. Марии показали все необходимые документы и сертификаты, а также провели экскурсию по фитнес-клубу. Девушки объяснили, как безопасно пользоваться тренажерами, а также показали раздевалку, где девушка сможет оставлять вещи на время тренировок. Мария решилась и сразу оформила абонемент. Мария стала постоянно заниматься в фитнес-клубе и после одной из тренировок она зашла в раздевалку, чтобы переодеться, открыла шкафчик и обнаружила, что вещи пропали. Давайте разберемся, к кому обратиться и что делать, если вещи в раздевалке фитнес-клуба были украдены. Когда вы заключаете договор с фитнес-центром и идете на тренировку, вы, соответственно, поручаете ответственность за их сохранность фитнес-клубу в соответствии с договором. Если вещи украдены были, вы обнаружили, пройдя с тренировки, что их нет в вашей ячейке, соответственно, вы должны вызвать администратора, это зафиксировать. Ответственность тут несет фитнес-клуб в соответствии с действующим законодательством. Однако фитнес-клубу не пришлось выплачивать ущерб. Администратор просмотрел камеры видеонаблюдения. Оказалось, что вещи взяла по ошибке другая посетительница. Она отнесла их на стойку регистрации, после чего администратор вернул вещи хозяйке. Перед очередной тренировкой Мария поняла, что на это время она записана ко врачу. Абонемент оплачен, а значит, девушке необходимо отходить все занятия. Как поступить, если посетить занятия не получается? Можно ли сохранить деньги за пропущенную тренировку и прийти на нее в резервный день? Самое простое, что нужно сделать, в первую очередь, предупредить либо тренера, либо администрацию фитнес-клуба. По телефону, либо через соцсети, где фитнес-клуб идет в свою активность. Если вы не можете посетить занятия с болезнью, вы всегда можете это подтвердить наличием больничного листа. И занятие не должно пропасть. В следующий раз, когда Мария пришла на тренировку, она показала справку из медицинского учреждения. И администратор не стал взимать плату за пропущенное занятие. Перед следующей тренировкой администратор сообщил Марии, что цена на приобретенный абонемент будет повышена, а переплачивать в планы девушки не входило. Имеет ли фитнес-клуб право повышать цены на услуги? Как сохранить свои деньги и при этом не потерять абонемент? Фитнес-клуб не имеет право повышать цены на свои услуги. И в любом случае стоимость услуг прописывается в договоре. Повышение цен, либо за неоказание доброкачественных услуг, замену, отмену тренировок, замену тренеров на менее квалифицированных, вы также имеете право отказаться от услуг фитнес-клуба и расторгнуть договор. Марию уведомили о повышении стоимости заранее, поэтому фитнес-клуб учел все юридические тонкости. Однако девушку новая цена не устроила, и она решила расторгнуть договор в тот же день. Можно ли отказаться от услуг клуба в день, когда стало известно об увеличении стоимости, и какие документы необходимо иметь при себе, чтобы это сделать? Вы имеете право отказаться от услуг фитнес-клуба в любое время, когда вам захочется по своему желанию. И в этом случае фитнес-клуб должен вернуть вам деньги за неоказанные услуги. В любом случае, если они заложат туда, что при вашем расторжении договора, отказе от дальнейших тренировок, стоимость абонемента остается за ними, либо еще потребитель обязан платить какой-то штраф, это незаконные пункты в договоре. Они не имеют права на существование. И если вдруг у вас действительно подписан такой договор, то вы сможете обратиться к юристу и оспорить это в суде. Администратор помог Марии расторгнуть договор, а денежные средства за неиспользованные тренировки, входящие в абонемент, перевел ей на карту. Фитнес-клуб – это не только место для занятий спортом, но и объект правового регулирования. Теперь вы знаете, как поступить в случае непредвиденных ситуаций, связанных с фитнес-клубом. А главное – как отстоять свои права. Это была программа «Право каждого» на телеканале «Видное ТВ». До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!